Дата очень важная для казачества, потому что казачество наряду со священниками Русской Православной Церкви были подвергнуты сразу после революции к сильнейшим репрессиям. Почему это объясняется? Очень просто. Потому что монархия и казачество, как оплот самодержавия, поддерживали царскую Российскую империю. Этот оплот, эти подпорки Российской империи надо было уничтожить. История русского казачества после Октябрьской революции до сих пор является предметом самых жарких исторических споров. Один из признанных всеми специалистами документов – секретная директива Центрального комитета партии большевиков от 22 января 1919 года. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно. Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству было предписано применять меры, которые гарантировали бы их фактическую покорность новой власти. В сентябре того же 1919 года Лев Троцкий сформулировал так называемые тезисы о работе на Дону. Мы возьмем под свое решительное покровительство и вооруженную защиту те элементы казачества, которые делом пойдут нам навстречу. Мы будем беспощадно истреблять все те элементы, которые будут прямо или коственно оказывать поддержку врагу и чинить затруднения Красной Армии. К казачеству, в том числе и кубанскому, вместе с крестьянством пришлось пройти через раскулачивание, коллективизацию. А тех, кто сочувствовал белым во время гражданской войны, вспомнили в середине 30-х. Многие оказались в лагерях и ссылках по доносам, в том числе ложным. В июне 1992 года Верховный Совет России постановил полностью реабилитировать казачество. Мы добились, во всяком случае, того, что люди помнят. Если помнят, уже мы не являемся как бы Иванами без родства. Мы помним тех, кто погиб, уничтожен был. Мы помним своих родителей, которые умерли после уже репрессий. Но они с честью выполняли свои гражданские обязанности перед Родиной, служили, работали, воевали. У меня папа воевал, медаль за отвагу имеет мама, медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Качагаром на паровозе работала, она правильно работала. Словосочетание «красные казаки» также возникло еще в годы Гражданской войны. Впервые казачьи подразделения в традиционной форме прошли военным парадом 1 мая 1937 года по Красной площади. В Великую Отечественную войну сотни тысяч казаков сражались на ее фронтах в кавалерийских частях и разведке. Нам нужно сегодня консолидироваться, потому что сегодня как международная политика, так и некоторые процессы политические, которые в стране происходят, они требуют только нашей консолидации. Хочу вам заверить, что администрация и в целом органы исполнительной власти, которые находятся на территории Анапы, будут помогать, остаивать те права, которые принадлежат по праву гражданам, которые подверглись политическим репрессиям. После минуты молчания памятный венок отправился в сквер боевой славы, к монументу жертвам политических репрессий.